Сегодня у нас в гостях житель Лосино-Островского района, который ежедневно лицезреет эту красоту, Владимир Чуракин и начинающий художник, начинающий в жанре стрит-арта. У него масса титулов, но мне бы просто персонально хотелось бы ограничиться одним, что это мой любимый живописец Ника Сафронов. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Скажите, Владимир, вы ведь живете с детства в этом районе. Я в этом районе родился, это мой район. Я родился 1 декабря 1964 года. В этом районе жила моя бабушка, моя мама. Здесь родились и живут мои дети, учатся, занимаются в кружках. Когда появились вот эти вот украшения на домах, когда появилась вот эта вот красота, вы помните? Да, я помню. Это появилось по программе «Раскрасть Москву». Мы сначала не понимали, мы, это жители, что происходит. А когда это все появилось, у многих это начало вызывать чувство радости. С вами вы ведь не советовались, я имею в виду не с вами, Владимир Викторович, персонально, а с жителями. Нет, не советовались. А должны советоваться, как вы считаете? Ну, сейчас общественное слушание происходит, как сейчас понимаю. Ну, тогда с нами никто не советовался. Это действительно что-то. На тот момент это было новое, очень новое в городе. Такого парка нет нигде под открытым небом. А к вам ведь приезжают, да, на экскурсии люди? К нам они на экскурсию приезжают. Я вот стою на работе, на улице, ну, я на первом этаже, и мимо проходят. А вы не подскажете, где здесь граффити? И я несколько раз водил, ну, как экскурсовод, ну, как местный житель людей, показывал все. Сейчас осталось восемь, только было двенадцать граффити. Приезжали свадьбы, фотографировались напротив, на фоне вот этого шедевра. А тот дом, в котором вы живете, он тоже разукрашен? Нет, он рядом. Ну, из окон вы вот это вот видите все? Я там гуляю, у нас, я там, во-первых, работаю. У нас там спортивный клуб на этом, на янтарном проезде. И я вижу это каждый день. У вас есть какое-нибудь любимое изображение, любимый рисунок? У нас? У вас! У нас. Не в районе, где они видят у вас. Они все родные и все близкие. Я работаю в спортивном клубе, и у нас есть студия рисования «Акварелька». Мы вот планируем путем голосования выбрать любимый граффити и нарисовать на стене студии, чтобы сохранить и оставить его. Ник, взглядом мега-суперпрофессионала, вы можете оценить? Ну, любая эта роспись уже является неким явлением для района и украшает этот район и, конечно, эти дома. Граффити профессионально сделано, достойно. Я всегда против дилетантов, когда берутся вот эти хулиганы. Я знаю, что вы именно таким образом в прошлом году и похулиганили. Я сделал, да, елку на своей улице. Елка там написана была... А какой это район? Опасная Тверская, это Брюска, переулок. Чем вообще вы руководствовались, вот, вписываясь в такую авантюру, прямо скажем? Ну, был Новый год, во-первых, в преддверии Нового года. Я хотел сделать, чтобы жителям было... Там еще такой приятный двор, там живут достаточно интересные люди. Это где жил и Мондарчук когда-то, Сергей. Я нарисовал эту елку, вот так вот, ну, скажем, граффити, но более профессиональную елочку. Но ее через два дня служба районная закрасила. Как через два дня? Я думал, просто на следующее утро. Почему так долго? Но главное, что потом люди фотографировались, когда уже было... Я ее перевел в NFT, как бы новое направление, и хотел это продать даже еще. Но люди фотографировались, говоря на видео, что вот здесь стояла елка Никаса. Вот здесь она стоит. То есть это стало популярное место такое. Вы сфотографировали вот свое вот это изображение, свою работу, и превратили это, как это сейчас? В NFT. В токен, да? NFT, да. Да. И уже смогли реализовать, смогли продать? Пока нет. Но была другая история. Это было связано NFT с Петербурги на форуме, когда продавались работы на благотворительном аукционе, и Малевич ушел за 200 тысяч, Кандинский за 300, а у меня работа летала в космос. Я говорю, я еще ее вам прибавлю. И тогда цена поднялась до 5 миллионов, до 93 тысяч. Это было самое дорогое NFT. То есть я, правда, не очень разбираюсь в этих новых веяниях, но тем не менее вот это такая была проделана акция благотворительная. Все-таки люди привыкли что-то держать в руках. Вот это NFT, это все как бы где-то там в музее, в Лондоне. И, ну, сделано оригинально. Вот этот дом вообще роскошный под цвет самой стены, самого дома, коричневатого такого вот, паленого, как говорится, временем. А вот это может быть более удачно. Там есть немножко перебивающие, яркие, очень кричащие. Ну вот это детей пугать не будет? Это спокойно. Да нет, детям-то это нравится. Дети вообще любят яркое, им не хватает каких-то цветов. Я, кстати, знаю, что вот на севере, где-то там в северных городах Сибири, там дома украшают, чтобы настроение было, то, что пассивное состояние внутреннее. И дома синие, красные, желтые, ну, как бы дают им возможность чувствовать немножко себя более успокоенными. Потому что вот эта печальная погода, полгода ночи, полгода света, и все время снег практически. Вот это полезная вещь, она дает, ну, радость, разговор какая-то, какая-то есть душевная такая творческая. Человек, выходя, как выпил чашку кофе, посмотрел, пошел дальше уже довольный, что жизнь удалась, что дом у него уже, или напротив, дом украшен более-менее вкусно. Я знаю, в каком доме вы живете, но вот вы в таком доме согласились, вы мастерскую устроите? Если бы я жил в таком доме хрущевском, наверное, конечно, я бы сам расписал, я бы сюда стал. Утром бы проснулись, следующего дня уже все было расписано. Вы фотографировали что-нибудь в своем районе, или не пришла эта мысль? Это все у меня есть. Вот это все у вас есть, и вы сами фотографировались на этом фоне? Я сам фотографировал, и у меня в соцсетях есть это на этом фоне. Я так понимаю, что это ведь все будут сносить, и все это останется только вот в таком виртуальном пространстве. Я думаю, если ударить по бездорожью, как говорится, или по Бэнкси, то снять эту стену, продать на Сотби и построить два таких дома новых. Ого! Вот это, я понимаю, вот это уже технологии коммерческие. Это надо сохранить. Обязательно сохранить. Потому что Бэнкси вообще выдуманная история, созданная некая группа сообщества, которая выдается... А, то есть это не один какой-то мистический персонаж? Это как-то кого-то никто никогда в жизни не видел. Скорее всего, это продуманная акция, пиарская, которая сделана какой-то группой людей, которые на этом имеют деньги большие. Но это реальные люди рисовали, и их можно найти. Срезать всю эту стену, если будут ломать дом, и сохранить ее. Я, кстати, когда приехал в Москву, я жил в коммуналке в Теплом Стане, я стену свою расписал в своей комнате. Потом, это были 83-й год, я стал более известным, и так далее, и так далее. А потом люди обратились ко мне, Никас, не можете вы восстановить? Мы закрасили, дуру, зацементировали, закрасили. Нет ли таких способов реставрации восстановить вашу стеночку, которую вы расписали? Вот, люди жалеют об этом. Ну вот интересная тоже такая, видно, что это все-таки делали южные люди, которые делали вот в тиний цвет очень... Стиль этот как какое-нибудь название имеет? Это можно как-то вот назвать? Я думаю, это символизм, абстракция или сюрреализм. Здесь нет такого какого-то понятия в стилевом. Какой-то сюрреалистический такой, потому что здесь все наполнено разными действиями, бессознательно даже нельзя точно объяснить. Если символизм – это объяснение, то в сюрреализме это вообще некий сон, такое видение. Владимир, а как-то вот это все поддерживается в этом состоянии? Ну, то есть обновляются эти рисунки или вы не замечали такого? Нет, они обновляются. Как вот нарисовано были, так они по сей день... То есть ни погода, никак ни снег, ни дождь не влияют на... Нет, не влияют. А я думаю, Женечка, это даже и не мешает. Любая отколотая часть шукатурки все равно будет дополнять. Это как бы некое такое абстрактное, оно не мешает. Даже если кто-то что-то сделает дополнительно, оно будет совмещаться. Это, во-первых, сделано на большом пространстве, на большой площади, на всю стену. И сильно не будет влиять на испорченность. Вот мы видим там в каком-то здании верхней части, она осталась такая, как была, натуральная. И она тоже играет и гармонирует с этим, с самим граффити. Если доведется переезжать из этого района, ведь много-много идет под реновацию, насколько я понимаю. Вы будете скучать по вот этим изображениям, по этим видам? Ну, эти дома подлежат реноват. Они обречены, да. Обречены. Муралы на домах в Лосино-Островском районе города Москвы. Это, конечно, очень авангардно, модно, прогрессивно. Но не всем понятно. А вот изображение на стенах домов портретов исторических личностей, великих людей, это ведь не только эстетический какой-то фактор. Это еще и образовательный момент.